Всем привет! Вы на канале ADEMS. Сегодня с вами Владимир и Эдуард. И мы находимся в Международной Академии Заточки ADEMS. Всем привет! В данном видео мы презентуем набор для заточки маникюрного инструмента. В его голове находится станок GMT-2. И также мы расскажем о комплектующих, которые находятся в данном наборе, и покажем, какие инструменты затачивать. И как затачивать. Базовый набор для заточки инструмента позволяет затачивать следующий инструмент. Это кусачки для кутикулы маникюрной, ножницы маникюрные для обрезки кутикулы и ногтевые, различные виды пинцетов и пушеры. Базовый набор для заточки маникюрного инструмента осуществляется на базе станка GMT-2. Его особенности заключаются в том, что помимо того, что здесь сделан такой высокотехнологичный корпус, на который установлен движок, к нему подключен частотный преобразователь, который дает возможность регулировки вращения от 0 до 3000 оборотов. Также на нем установлена система быстрого съема абразива, то есть вот таким образом. И мы можем поставить сюда любой круг, что вулканит, что электрокорунд, или, например, магнитную тарелку, на которую мы уже примагничиваем абразивы, наклеенные на металлический круг с помощью вот такого аэрозольного клея. То есть в саму комплектацию станка, но сейчас пока не об этом, продолжая дальше, то есть здесь есть вот такая вот рельса, которая скользит из стороны в сторону, то есть мы можем подводить инструмент что с левой стороны, что с правой стороны. Также у нас эта рельса имеет направляющий, которая поднимается вверх-вниз, и вот этот держатель, он обладает фиксацией двух степеней свободы, то есть свободу по 360 градусов, то есть он вращается, и влево-вправо. То есть когда мы устанавливаем сюда, например, маникюрные кусачки, то зафиксировав их, мы можем, зафиксировав здесь, да, мы можем исключить вот эти степени свободы. То есть когда мы подводим под определенным углом, мы затачиваем, попадая в одно и то же пятно контакта. То есть это очень удобно. Возможность подъема движка нам необходима для конкретных операций. Например, если мы делаем подачу вручную, то мы движок опускаем в самый низ. Если мы затачиваем переднюю поверхность у кусачек, то мы его поднимаем где-то на середине возможного подъема. То есть когда мы работаем с каким-либо видом инструмента, если это использование держателя, то мы поднимаем движок, если это ручная подача, то мы его опускаем. Например, если мы затачиваем маникюрные ножницы для кутикулы, то есть мы упираемся вот в эту направляющую. То есть и для того, чтобы нам вручную подачу это было удобно, движок находится в самой нижней его точке. Когда мы начинаем затачивать переднюю поверхность у кутикульных кусачек, нам необходимо его поднять. То есть для этого мы надавливаем влево и начинаем его прокручивать. То есть вот таким вот движением отпуская, вот этот механизм встает в исходное положение, и станок фиксируется. То есть его не опустить, не поднять уже физически невозможно. Далее мы расслабляем вот эти рычаги. То есть здесь не тот абразив, который нам необходим. Это мы делаем вот, например, с этой стороны как раз это будет удобно. Мы затачиваем, например, переднюю поверхность. И вот в данном случае под эту операцию нам необходимо поднять станок. То есть то, что я сейчас и сделал. В этом и заключается плюс станка GMT2, что мы можем выбирать любое положение абразива, удобное нам для конкретных операций. Про комплектацию станка. В комплектации станка у нас входит 4 профикса. То есть это вот такие вот втулки, на которые мы можем одеть тот абразив, который нам в данном случае необходим. А нам необходим абразив. Электрокорунд для расточки сустава у кусачек. Вулканитовый круг для полировки ножниц маникюрных. Далее пинцетов, пушеров и кусачек как для кутикулы, так и для ногтей. Далее у нас идет в этом наборе дополнительная тарелка магнитная. Вот такая вот. Потом у нас идет алмазная тарелочка с зерном 20 на 14, которая нам позволяет формировать режущую кромку у маникюрных ножниц. Дополнительно идут металлические круги, на которые с помощью спрея аэрозольного клея мы можем его наносить на металлический круг и наклеивать абразивы, которые у нас идут здесь также в достатке. У нас здесь идет абразивы 240, 320, 600. И также можно клеить еще и кожаные круги для того, чтобы осуществлять полировку. То есть вот такой вот чепрак идет в наборе. То есть его с помощью аэрозольного клея мы можем также приклеить на металлическое основание и установить, легко снимая металлический круг. Уже когда мы наклеиваем сюда кожаный круг для полировки, то есть мы его сюда устанавливаем буквально движением в несколько секунд. Здесь идет у нас в комплекте бытовое масло для смазки тех же кусачек и маникюрных ножниц. Обязательно идут в комплекте два ключа, которыми мы можем быстро снять и также прикрутить круги. Ну и компания ADEMS еще в набор вложила вот такие вот ванночки, на которые сюда можно наливать воду. И когда вы подставляете это под абразивный круг, вся пыль собирается и ваша мастерская находится в чистоте. Да, обязательно хочу напомнить, что помимо того, что мы предлагаем ванночке, вам необходимо, ну это техника безопасности, пользоваться очками и респиратором. Также в комплекте идет микроподвод, который устанавливается на одну из рельс вот сюда. И таким движением по часовой, когда мы закручиваем, у нас держатель поднимается. В этом случае у нас установлен карандаш алмазный, который позволяет нам за счет того, что мы делаем подачу вперед, пододвигается к передней поверхности круга и движением из стороны в сторону мы можем как выравнивать, то есть устранять биение самого круга при вращении, так и чистить переднюю поверхность круга после его эксплуатации. То есть он забивается металлической стружкой и впоследствии начинает плохо шлифовать металл. Данный инструмент, а именно алмазный карандаш и вот этот микроподвод, может выравнивать переднюю поверхность вулканитового круга. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Всем пока!